Главные события недели на информационном видеопортале ТВ Тверь. Смертельный кувырок. В Торжке перевернулся экскурсионный автобус, перевозивший паломников. В результате аварии один человек погиб, 12 получили травмы различной степени тяжести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сотрудники Следственного комитета провели проверку в офисе компании, владеющей автобусом. Допрошенный директор фирмы и водитель автобуса изъята необходимая документация. В Твери выделены средства на окончание ремонта дворов, которые подрядчики не завершили в минувшем году. Причем в утвержденном списке лишь прошлогодние дворы. Новых адресов там нет. Люди полгода, ходившие по развальным, уже не особо верят обещаниям администрации. Обманули осенью, могут обмануть и теперь, считают жители. Да никакой веры нет. Прокурорская проверка на ферме в Лихославльском районе, где заморили голодом несколько десятков коров и выбросили их в поле, выявила серьезные нарушения. В настоящее время материалы дела переданы в Следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании фермера. Установлено, что на ферме отсутствует вода, свет, корм, но достаточно для содержания животных количеств. 27 апреля в квартире дома на Перекопском переулке обрушился потолок. Пострадал 88-летний хозяин жилья. Он доставлен в больницу. Жителей дома эвакуировали, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В ближайшее время будут допрошены сотрудники управляющей компании, обслуживающей указанный жилой дом и должностные лица администрации, действием которых будет дана надлежащая правовая оценка. Лишены свободы и званий. В Твере завершился судебный процесс по так называемому делу смоленских гаишников. Инспекторы ГИБДД, задержавшие помощника прокурора, приговорены к тюремному заключению и разжалованы. Адвокаты подсудимых называют вердикт несправедливым и намерены его обжаловать. Ждали мы справедливости и переговор по совести. Ни того, ни другого нет. В преддверии Дня Победы легенда советского кино Василий Лановой посетил Тверь. Перед зрителями он предстал в новом амплуа рассказчика. В моноспектакле Василий Семенович вспомнил детство, войну, участие в движении «Бессмертный полк России». Великое движение в благодарность тому поколению. Уроженец Твери знаменитый хоккеист Илья Ковальчук продал Олимпийские БМВ и потратил деньги, более 7 миллионов рублей, на лечение детей. С каждым он познакомился лично и вручил подарки. Доброе дело всегда приятно делать. Редактор субтитров А.Семкин